По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и развестил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Соединённые Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединённых Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это и есть в вашем законе, в американском. Теперь давайте зададимся вопросом. Если Россия враг, то какие организации будут поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые её сдерживают. А потом на Арти вернёмся всё-таки.